Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос и могу вам ответить на него следующим образом. Во-первых, вам нужно перестать быть спасителем в отношениях. Понимаете, как бы люди в вашем случае, они нуждаются в вас, но не как в любимом человеке. Люди нуждаются в вас как в помощнике, в поддерживающем человеке, да. А любовные отношения, они идут как бы в фону для вас. И по факту, именно потому что на первый план у вас выступают такие аспекты, как помощь, поддержка, восприятие вас ими как средство для купирования своей занятий самооценки и для, возможно, решения своих проблем. И приводит к тому, что вы расстаетесь. С другой стороны, вы выбираете таких людей себе, которые ниже вас. Которые менее успешны здесь. Вполне вероятно, что вы сознательно выбираете тех людей, которые могут подчеркнуть вашу самостоятельность, вашу какую-то вот самодостаточность, полноценность и так далее. То есть вам лучше с теми строить отношения, кто в большей степени нуждается в вас. На мой взгляд, на мой взгляд, это довольно важно, на мой взгляд. Если мы с вами говорим именно о том, почему повторяется один и тот же сценарий. Вот это то, что я могу увидеть, исходя из вашего текста, именно. Именно то, что я вижу из вашего текста. Я допускаю, что могут быть еще причины. Вот вы говорите, что у вас самооценка. Не знаю, может быть и самооценка. Но исходя из того, что вы сказали, исходя из того, что вы описали. Значит, на заниженную самооценку может указывать только тот факт, что вам, простите меня, пожалуйста, сейчас за текстологию, вам нужно быть нужной. Вот у меня вопрос, а для чего вам нужно быть нужной, собственно говоря? Зачем вот это? Для чего это вам нужно? Для чего вам нужно быть нужной? Понимаете? Вот это важно. То есть, вам первые отношения, вы понимаете, что это были и не отношения вовсе, но вы все равно как бы в них находились, потому что вам нужно быть нужной, да? Вы хотели быть нужной. А для чего? Вы сами себе нужны, вы сами себя уважаете, вы сами себя цените, вы сами принимаете себя. Вы сами принимаете себя целиком и полностью, чтобы выстраивать отношения, которые были бы полноценными, которые были бы равнобранными, да, и так далее. Если вы принимаете сами себя, проблем никаких, я полагаю, нет. Но если вы себя не принимаете целиком и полностью, то здесь подобным отношениям взяться неоткуда. Если вы себя не принимаете, то, соответственно, можно говорить о том, почему именно так. Что мешает, что мешает вам себя принять, что мешает вам, как бы вот полностью повыше себя быть той, кто вы есть. Я не говорю, что это проблемы, связанные с ориентацией, нет. Это может быть все что угодно. Но с этим нужно разбираться. Далее. Значит, так. В каком направлении мы двигаемся? Самоотшемка. Ну, просто, на самом деле, я вам сказал. То есть, нужно здесь проанализировать вот то, что, насколько вы себя принимаете, насколько вы позволяете себе быть той, кто вы есть, какая вы есть, и насколько вы адекватно к себе относитесь. Второе. Для чего вам нужно быть нужным? Это очень важно. Потому что, ну, вот, вы были в отношениях, в которых не было любви у вас, вы были в отношениях, когда партнера вы не любили, и для этого должны быть основания, для подобных и подобных вещей. Вот. Значит, вы преследуете какие-то свои цели. В этом случае. И ваши цели, их нужно идентифицировать. И идентифицировать их, их, на мой взгляд, нужно правильно, адекватно, чтобы не было такого, вот, что вы есть там, в отношениях, сами не знаете вообще какие-то отношения, зачем они вам нужны, и так далее. Вот. Чтобы этого не было, нужно, когда-таки, вот, это определить. Далее. Уважение к себе. Ну, уважение к себе, опять же, это, что-то такое, знаете, на мой взгляд, несколько абстрактное. То есть, уважение к себе, оно, как бы, либо оно есть, либо его нет. То есть, если оно есть, то оно есть просто так. Если, если его нет, то, нужно, нужно полагать, что вы будете себя уважать только за что-то. Ну, что-то, какие-то такие условия, да. Вот. Ну, а девушки, мне кажется, ваше, они развлекают ваше отношение к вам. Вот. Как вы к себе относитесь, так и они относятся к вам. Вот. И я полагаю, что это очевидно, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вам нужно это понять, вам, вот, увидеть, что, то, как вы воспринимаете себя, вот, зеркалив на нас, другие люди. Вот. Далее. В отношениях не стоит позволять, вот, себе быть, так вот, знаете, отдушиной, да. То есть, можно там, позаваться, конечно, можно поделиться, чем-то, я даже считаю, что это необходимо. Вот. Но, в вашем случае, это, как я понял, приняло масштабный характер, массовый характер. Вот. Это мне есть хорошо. Вот. И, да, вы, может быть, с чем-то не уверены, но, вы знаете, определите, в чем именно вы в себе не уверены, и, исходя из этого, вы уже, как бы, формировать для себя определенные задачи, определенные цели, выполняя которые, вы могли бы повышать эту самую уверенность в себе. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, ну, ситуация заключается в том, что вам нужна когнитивная терапия. Вам нужна когнитивная терапия. Вот. То есть, чтобы вы себе поставили задачи, и шли к их выполнению. На мой взгляд, вот так вот вам можно ответить, на вашу напраску. Ну и еще, пожалуй, немаловажный момент, это то, что вы оба рада знакомитесь в сети с девушками, а не в реальной жизни. Это вот тоже очень важно. Потому что в сети люди более открыты, в сети люди больше внимания уделяют слова, больше внимания уделяют образам, которые они выстраивают, значит, ну, в себе, в контексте человека. И этот образ, например, если вы в сети, допустим, играете роль спасителя, да, вот как я уже говорил, то, соответственно, если вы в сети спаситель, то вам сложно в реальной жизни перестать им быть. А если вы знакомитесь в реальной жизни, если вы знакомитесь в реальной жизни, то это, соответственно, совсем другое. Тут люди выступают уже, как бы это сказать, более самостоятельными, по субъектам и в отношениях. Вот. И по моему мнению, по моему мнению, это очень важно. По моему мнению, это очень важно. Вот. То есть, вам надо не понять, почему вы знакомитесь именно в сети, а не где-то еще. Вот. С чем связан данный аспект. Вот. Когда и если будете это знать, то, я полагаю, проблема уйдет. Но вообще, как бы, классическая причина того, что с вами происходит, это классическая причина, это детско-родительские отношения, и по моему мнению, нужно анализировать их. То есть, все идет оттуда. У вас. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вас. Если у вас остались какие-то вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи.